Отвернулся и отошел немного в сторону. Наском ботинка отшвырнул пустую бутылку, постоял, широко расставив ноги и, окинув взглядом еще раз все вокруг, снова заговорил со мной. Вероятнее всего, здесь произошел несчастный случай. Дамочка перебрала пиво, потеряла равновесие и стукнула с головой о край секретера. Вот здесь он показал мне расплывшееся пятно. Удар оказался смертельным. Ну, конечно, еще один несчастный случай. Это почерк Харальда Ульвена. Но ты же сам только что сказал, что Харальд Ульвин был убит все в том же знаменитом 71-м, предположительно. Так это было объявлено. У тебя богатый словарный запас, Веум. То может быть, то вероятно, то предположительно. Разве это не одно и то же? Решив, что со мной покончено, он обратился к Иса к сыну. Они выехали. После вскрытия мы узнаем содержание алкоголя в крови и причину смерти. Поговорим с соседями, соберем на месте кое-какие улики. Будем считать расследование законченными. Исак сын кивнул. Но не забудьте, не сдавался я, что Ольга Серенсон была важным свидетелем подделок, с которым опять возник неожиданный интерес. Ты хочешь, чтобы я разгадывал твои загадки? Может быть, кому-то понадобилось убрать ее именно потому, что на самом деле она знала больше, чем рассказывала раньше. Даже если заинтересовался этим делом всего лишь наш старый друг Вэлм, не преувеличивай своего значения. И предоставь нам позаботиться обо всем, кстати, что ты делаешь на месте происшествия. Да, немедленно, и вдруг совсем уж бесцеремонно исчезни и не мешай людям работать, чтобы духа твоего здесь не было. Ну, хорошо. Я вам завтра не понадоблюсь. Ты нам вообще больше не понадобишься. Ты что, за границу уезжаешь? Нет, просто завтра я буду занят, по другому делу. Честно говоря, дело было то же самое, но больше касалось 53-го. Но завтра было 1 сентября, единственный день в году, когда Хакбарт Хелли проводит в Бергене, и это событие я не мог пропустить. Послушай, Вэлм, занимайся чем хочешь, только не лезь в мой огород. Если ты мне понадобишься, я сам тебя найду. Или давай встретимся в жале сюда? Только на разных скамьях. Догадайся сам, на какой скамье окажешься ты. Желаю творческих успехов. Так каким делом ты будешь завтра заниматься? 47-го года? Он зажал так, что чуть не проглотил окушек. Педер Иссексон уныло поддержал его. Значит, я и на этот раз опоздал. Второй раз за такое короткое время меня опередили, и опять хромой. К этому обстоятельству я не мог относиться так спокойно, как Моус. Но теперь, как никогда, я был уверен, что в этой истории встретится еще не один труп. Но раскапывать эти трупы будет все сложнее. Я вернулся домой, приготовил обед и долго сидел над книгой, но читать мне не хотелось. Да и было над чем подумать. Мой дом казался мне пустым и мертвым. Таким мертвым и пустым может быть только дом, где когда-то жила женщина, которую ты очень любил. Когда первый утренний самолет из Копенгагена приземлился в аэропорту Флеттланд, и пассажиры направились в зал прибытия, я подошел к стойке с надписью информации и спросил, простите, вы не могли бы обратиться к пассажирам и пригласить сюда Хакбарта Хелли? Если молодой человек не в состоянии похвалиться буйной растительностью на лице, то он непременно стремится обзавестись пушком над верхней губой и сомнительным доказательством его половой зрелости. Юноша за стойкой был как раз из таких, но даже он прожил достаточно на свете, чтобы неоднократно слышать подобные просьбы. Он смелил взглядом меня всего, а в заерошенных с утра волос до нечищенных ботинок и спросил его из прессы, и он не ответил всем своим видом, давая понять, что жду ответа, а не новых вопросов. Как бы там ни было, продолжал он усмехая, теперь это не имеет никакого значения. Хакбард Хелли приземлился на своем личном самолете около часа назад и уже давно покинул аэропорт. Улыбка мелькнула и исчезла, как акулий плавник на общественном пляже. Много шума из ничего. Пробормотал я и отвернулся, только бы он не догадался, в каком дурацком положении я оказался. А усики ничего симпатичные, неплохо бы и мне такими обзавестись. В кафетерии я выпил чашку кофе, дожидаясь часа, когда люди придут на работу и развернут первые утренние газеты. Деловые мужчины с черными дипломатами потянули свереницей к первому самолету в Осло. Было тепло, свои светлые плащи они несли в руках. В 9 утра я позвонил на трикотажную фабрику, принадлежавшую брату Хакберта Хелле, и спросил управляющего Хельбюста. Мелодичный и женский голос ответил, что застать управляющего сегодня, к сожалению, не удастся, и что по всем вопросам я могу обращаться к главному экономисту. Мне было очень интересно, где находится управляющий, но мне удалось выпытать только, что он очень занят в другом месте. Возвращаясь в город, я любовался высоким и бескрайним небом. Равнинный ландшафт Фанны раскинулся, как зеленое лоскутное одеяло. На горизонте синели горы, окружавшие Берген. С каждым километром они приближались. В ущельях стелился низкий туман, цепляясь за верхушки раскидистых крон. Примерно туда мне и надо было попасть. Рай, так с присущей богачам скромностью назвали они этот район, расположенный недалеко от центра Бергена. Название это не лишено оснований. Этот район действительно красив, даже по меркам нашего города. Утопая в зелени, здесь расположились богатые виллы, переходящие по наследству от поколения к поколению. Многие улицы носят имена судовладельцев. В тихом закоулке центральной части этого района жил родной брат Хакбарта Хелли. Я припарковал мой старенький серый морис на теневой стороне улицы, и он почти слился с темной зеленью деревьев. Я вышел из машины и немного прошелся по улице. Въезд на виллу Хеллибеста преграждали черные кованые ворота. Надпись на воротах гласила «Осторожно, злая собака». Но никакой собаки я не заметил и преспокойно пошел по улице дальше. Для начала я хотел осмотреться. Довольно скоро я оказался в тупике и вернулся к машине. Домов на улице было мало, зато участки огромные. Здесь жили люди с крупными капиталами и низким налоговым обложением, владельцы прогулочных яхт, причалов. Их жены проводили утренние часы в дискуссионных клубах, а днем устраивали благотворительные базары. Я взглянул на часы. Было еще рано, но откладывать задуманное смысла не имело. Потревожить Хакбарта Хелли за завтраком или за обедом разница невелика. Тяжелые ворота слабо скрипнули, когда я их открывал, и белый мраморный щебень под ногами захрустел. Я шел по длинной садовой дорожке мимо вылезанных клумб с первыми осенними цветами. Собака, которой мне следовало опасаться, все еще не показывалась. Садовая дорожка уводила меня от террасы, а потом по чужому газону. Нет, я для этого слишком хорошо воспитан. И вот я стою у арочной двери главного входа в дом и жму кнопку звонка. Дверь открыла девушка лет двадцати с длинными светлыми волосами в черном платье и белом переднике, с глазами как две замерзшие фиалки. В голосе тоже я не почувствовал тепла, когда она спросила, что вам угодно. Мне бы хотелось увидеть Хакбарта Хелли. Ответил я бодро. Вы приглашены? Нет, мне не удалось с ним связаться, но она хотела закрыть дверь, но я тут же подставил ногу, чтобы помешать ей, и продолжал переговоры. Я не сомневаюсь, что он захочет меня принять. Так все говорят. Парировала она, будьте любезны, уберите ногу. И посмотрела на мой ботинок, как на дохлую кошку. Что здесь происходит? Прозвучал мощный, хорошо поставленный голос из-за ее спины. В жемчужно-сером Холле, отделанном натуральным камнем, показался молодой человек, моложе меня, высокий, атлетического сложения блондин, с короткой стрижкой и цветом лица, выдававшим его любовь к занятию спортом на свежем воздухе. Загорелое лицо, белозубая улыбка, грубые прозрачные глаза, как очень тонкий фарфор, были его единственным уязвимым местом. В остальном он состоял из натренированных мускулов, сильной воли, и я на всякий случай убрал ногу из дверного проема. Вы кто такое? Спросил он. И чем могу быть полезен? Я услышал восточно-норвежский диалект, тот особый вариант нашего языка, который отличает детей из хороших семей западной части нашей столицы. Я продемонстрировал дергинский диалект того же языка, грассирующий, с изысканными модуляциями, свойственными людям, образованным. Добрый день. Моя фамилия Веум. И мне непременно надо поговорить с Хагбартом Хелли. О чем? Простите, я не расслышал вашего имени. Карстен Виингш. Он с трудом сдержался. Я личный секретарь Хелли. Со мной вы можете быть откровенны. Вы ведь из прессы, или мне показалось, ну что вы, ответил я таким тоном, будто пачкать руки, а типографскую краску считал делом ниже всякого человеческого достоинства. Я частный предприниматель. В какой-то степени я говорил правду, хотя банк, зная состояние моего счета, никогда не дал бы мне кредит. Ну, сказал он, и вожидающе посмотрел на меня из-под усталых век. Он был прекрасно одет, белоснежная рубашка выгодна, теняла медный цвет его лица, серый шелковый платок на шее, темно-синий блейзерк, серые отглаженные брюки и такие блестящие ботинки, что в них можно было смотреться. Я хотел бы поговорить с Акбардом Хелли о фабрике, которой он когда-то руководил, о фабрике павлин, лаки и краски. Ну, что? Его лицо оставалось невозмутимым. Мне нужны кое-какие сведения. Боюсь, господин Хелли не занимается делами давно минувших дней, но на этот раз я уверен. Повторил я как можно настойчивее, он был бы крайне заинтересован. Мне очень жаль, прервал он меня, чуть повысив голос, но лично я не стану беспокоить господина Хелли по таким пустякам. Господин Хелли прибыл в этот город исключительно по семейным делам. Это один из немногих выходных дней в году, которые он себе позволяет, и я в самом деле не считаю возможным, сообщить ему о вашем визите. Вам все понятно? Нет. Что не ясно? Его лицо еще больше посвежело. Он загородил с собой дверной проем, чтобы я, не дай бог, не проскользнул в дверь. Девушка исчезла. Вообще-то слово «нет» понимают даже дети. Может быть, тот, чье детство прошло, на Холмин-Колине не привык слышать отказов. Но слово «нет» означает отказ, отрицание. Вы спрашиваете «понятно», я отвечаю «нет», потому что мне совершенно необходимо поговорить с Хакбартом Хелли. Послушай, он навис надо мной, как скала, здесь живут бизнесмены мирового масштаба, а не воспитатели детских садов. И ты не пытайся изображать из себя богарта, у тебя для этого кишка тонка. Если захочу, я тебя в порошок сотру, в конверт засуну и отправлю в Южную Патагонию без обратного адреса. Так что ты, Веум, меня лучше не раздражай. Я был тверд и смотрел ему прямо в глаза. Я могу заявить на Хеллю в полицию. У меня есть компрометирующие материалы. Что ты говоришь? У нас полицейские продаются дюжинами, а у вас в Бергене не продаются. Неужели? А я слышал другое. К тому же прошлое Хеллю безупречно, иначе он не приезжал бы сюда каждый год. Ну ладно, пора кончать, Веум. Благодарю за беседу, до свидания. Сказав это, он положил свою широкую руку мне на плече и сильно толкнул. Я отлетел на ступеньке и еле удержался на ногах. Тем временем он закрыл за собой дверь и, широко расставив ноги, встал на верхней площадке лестницы и сжал кулаки. Разумеется, я мог бы продолжать свои попытки, но с тем же успехом я мог бы пытаться соблазнить бетономешалку. Я еще вернусь, пообещал я и зашагал по дорожке прочь. Не забудь прихватить своего братца-близнеца и дядюшку из Америки, ухмыльнулся он за моей спиной. Да еще полицейского Бастиана не забудь. Когда-то я слыл остроумным пареньком, но тут что-то со мной случилось, я чувствовал себя жалким и побитым. Осторожно, злая собака. Вывеска опять бросилась мне в глаза. Теперь я знал, о ком идет речь. Я сел в автомобиль, посидел, тупо разглядывая черные кованые ворота, затем вышел из машины, но долго не мог сделать и шага, так и стоял опершив за кузов. Мне было плохо без видимых на то причин. Такие безлюдные улицы в районах Шушенебельных вилл набивают совершенно особое настроение. Они манят своими зелеными садами, где так легко дышатся, своими просторными домами, устлаными мягкими коврами, открытыми мансардами, где можно наслаждаться ароматами яблок и осенних роз и слушать трели птиц. Это оазис, далекий от повседневной суеты. Но, честно говоря, ощущение здесь такое, будто весь район погрузился в стоячую воду. Неудивительно, что частные детективы, прогуливающиеся по этой улице, восторга здесь не вызывают. Из ворот отдаленного проука вышла женщина в сером меховом жакете, точно такого же цвета, как пушистая собачка, которую она вела на поводке. Женщина сразу же увидела меня, едва выйдя за ворота. Я заметил, что идет она неуверенно, словно ступая по тонкому льду. Красивые ноги, черная юбка, поравнявшись с ней, я понял, что она не молода, но хороша собой, светловолосая, с правильными чертами лица. Она замечательно гармонировала с этими ухоженными газонами и подстриженными зелеными изгородями. Она делала вид, что не замечает меня. Для нее я был растворен в воздухе вместе с моим Мини Моррисом, как дух из Тысячи и Одной Ночи. Когда мы поравнялись, я заметил ее холодный, застывший взгляд. Я тихонько крякнул, и одна жилка у нее на шее дрогнула, но она прошла мимо, не останавливаясь. Вот бы свистнуть ей вслед, но я сдержался. Не то еще хлопнется в обморок. Я вернулся к машине, сел и опустил стекло. Но сентябрьский свет чем-то напоминает апрельский, и все же он другой. Странные мысли приходят в голову ранним утром в сентябре, особенно в автомобиле с низкой посадкой. Будто нет у него дел поважнее, и будто не надо ему этими делами заниматься. Хакбарт Элли находился рядом. Любым способом мне надо было проникнуть в дом и поговорить с ним. Что я ему скажу, я представлял туманно, но с чего начну, я знал точно. Я заметил какое-то движение. В воротах показался Карстен Вейг. Положив оба кулака на верхнюю перекладину калитки. Он стоял и щурился, глядя на меня, словно не верил глазам своим. Светлые волосы и белая рубашка так и сияли на солнце. Широкими шагами он направился ко мне, и цель его была весна. Я поднял окно. Мини Моррис просто находка, если предстоит серьезный разговор, а ты по случайности оказался в одиночестве. Твоему собеседнику этот автомобильчик едва до пояса достает. И во время разговора он будет вынужден кланяться тебе, и чтобы он почувствовал себя неловко, тебе потребуется совсем немного воткнуть ему что-нибудь пониже пояса. Карстен Вейг, поняв эту ситуацию, вовсе не подобрел. Чего это ты здесь расселся? Прорычал он. Выдержал хорошую паузу, демонстративно пожал плечами, и лениво кинул взором окрестностей. Неплохой вид отсюда. В духе длинных итальянских фильмов периода неореализма похоже на Антонионе 60-х. На кого похоже? Кроме Джона Вейна, известного американского киноактера, режиссера и продюсера, он, видимо, никого не знал. На одного итальянца, вернее, на его фильмы. Они были хороши, хотя состояли в основном из проходов. Но первоклассных проходов этого у него не отнимешь. Послушай, как тебя там? Вэум, моя фамилия. Или ты немедленно исчезнешь, или я вызову полицию. Немедленно вызовешь полицию, вот здорово. Тогда мы всей компанией и побеседовали бы с Хакбартом Хелли. У меня есть и другие способы разделаться с тобой. Лицо его вдруг окаменело. Я одарил его самой обаятельной улыбкой, на которую был способен. Я взял ее на прокат у знакомого налогового инспектора. Будьте любезны, опишите хоть один из них. Он слегка наклонился и попытался открыть дверцу. Резким движением я ему помог и ударил дверцу его по коленям. Он пошатнулся. Я вышел из машины и встал прямо перед ним. Мы молча смотрели друг на друга. Он побагровел, кулаки его сжимались. Ну, что ж ты медлишь, спросил я. Рассказывай. Он оскорял зубы, но это мало напоминало улыбку. Я не хочу лишних осложнений для Хелли, иначе показал бы тебе один болевой приемчик, но наш разговор не окончен, имею в виду. А также прими к сведению, что Хелли пробудет в этом доме до самого отъезда. Из-за ворота он не выйдет, и поговорить с ним тебе не удастся. Не теряй понапрасну времени и вообще займи с чем-нибудь стоящим. Да и вид твой не украшает улицу. Не украшает? Я с удивлением огляделся. Из-за того, что на мне нет Брейзера, и я не член Королевского общества автолюбителей, мы живем в свободной стране, Вик. Так, по крайней мере, считается. Я могу находиться там, где мне заблагорассудится. Ну, что ж. Он разжал кулаки, но в глазах по-прежнему не было доброты. Пеняй на себя. Он развернулся и ушел своей целеустремленной походочкой. Мне ничего не оставалось, как вернуться в автомобиль и продолжать наблюдение. Прошло еще полчаса, а затем еще столько же. Чтобы как-то ускорить развитие событий, я завел мотор, несколько раз прокатился мимо ворот нарочитых газуей, привлекая к себе внимание. Затем поставил машину за углом так, чтобы увидеть ворота в зеркальце. На этой улице я повстречался еще с одной женщиной. Она была брюнетка и лет на десять моложе первой. В серебристом спортивном автомобиле она промчалась мимо почти неслышно. Я видел ее нельком, но это лицо напомнило мне другое. Все тем же летом, много лет тому назад, когда я еще не успела поблекнуть, и цвела сирень. Девушка носила библейское имя Ребетка. Вытянув шейку, посерьезневшая, она сидела на стуле со мной рядом, и вдруг мы остались одни. Нам было по восемнадцать. Не говоря ни слова и не в силах противиться судьбе, мы потянулись друг к другу и долго целовались. Только что отгремела гроза, улицы промокли, сады вдруг ожили и буйно зазеленели. Кстати, они были очень похожи на те сады, что окружали меня сейчас. Я стукнул кулаком по рулю, эти сады доведут меня до бешенства. Наверное, это и есть любовь. Годами образы стираются, раны зарубцовываются, и человек живет в ладу с самим собой, но наступает миг, и неожиданно все рушится, и опять открываются раны, и возвращаются в память яснее и ярче, чем когда-либо. Маленькие обломки прошлого, которые навсегда остаются с тобой. Зелень садов вдруг стала раздражать меня, солнце нестерпимо резало глаза. С высоты синего неба слышался гул, и я вдруг почувствовал навалившуюся на меня усталость. Силы мои иссякли. Бесполезно сидеть здесь и ждать неизвестно чего. Первый раунд я проиграл. Но бой продолжается, до вечера еще далеко, сказал я. Завел мотор, и машина сама нашла дорогу на главную транспортную магистраль, ведущую к Бергену. Поток подхватил и понес нас к центру. Шум все нарастал. Свободное место для парковки я нашел на Фестпласен и к полицейскому участку отправился пешком. Там я спросил Хамре. Раздраженный, усталый на вид, Хамре сразу дал мне понять, что дело у него по горло. Наверное, так оно и было. Он сидел, стиснув зубы, морщил лоб. На письменном столе выселив скипы бумаг, из которых вываливались какие-то фотографии. Ты знаешь, какое сегодня число? спросил я. И у меня нет времени отгадывать загадки. Закончил он предложение, даже не начав его. Никаких загадок. Взгляни на календарь. Он тяжело плюхнулся за свой письменный стол, торопливо пригладив волосы, внимательно посмотрел на меня. Так и быть, сказал я. Сегодня первое сентября. В город приехал Хакбарт Хелли. Вот какое сегодня число. Тут у него лицо совсем вытянулось. А-а-а, так ты опять за свое. Очень сожалею, Вэм. Но новых улик у нас нет. И в материалах дело ничего нового, что могло бы дать нам повод беспокоить такого человека, как Хакбарт Хелли. Не надо думать, что нас это не волнует. Больше всего на свете я хотел бы прояснить это дело до конца. и, понизив голос, добавил. Хотя бы для того, чтобы ты к нам больше не совался. И опять громко. Ну, ты видишь, как нам тяжело приходится. Дело належает на дело, и просто нет возможности заниматься всем этим так основательно, как хотелось бы. Ты же требуешь, чтобы мы все бросили, встали по стойке смирно и отвечали бы на вопросы о произволе полиции, словно кто-то сомневается, что такое действительно существует. Он посмотрел на меня с осуждением и продолжал. Пойми, у нас полно других дел. Мы не только гоняем на машинах и раздаем синяки под выпившим хулиганом. Хочешь верь, хочешь нет. Давай оставим эту тему. Что нового с Ялмаром Нюмартом? Я тебе уже говорил, авария — дело неприятное, но не она послужила причиной смерти Нюмарка. Во всяком случае, он умер не от наезда. В суде такие вещи не проходят незамеченными. Ведь ты один настаиваешь на уголовном характере этого смертного случая, но нет ни одного доказательства, подтверждающего твою правоту. А как же оценивать вчерашнее происшествие? Какое? Искренне удивился он. Ольга Сёренсон, которую я нашел мертвой у нее дома. А, это? Она же была пьяна, упала и разбилась. Несчастный случай по неосторожности. Вот-вот-вот, язвительно заметил я, что-то много у нас несчастных случаев, вернее, у вас. И все по неосторожности. Разве ты забыл, Ольга Сёренсон была подружкой Юхана Верзилы, того самого, что пропал в 71-м. А тогда же, как считает, был убит Харальд Ульвен. От Харальда Ульвена тянутся ниточки к преступлениям военной поры и к пожару на павлине, и к убийству Ялмара Нюморка. Но ведь Харальд Ульвин мертв. Ты что, совсем спячу? Вот это меня и беспокоит. Мне иногда кажется, что он жив и находится среди нас. А вдруг тогда, в 71-м, не он был убийц, скажем, вместо него отправили на тот свет Юхана Верзилу. Честно говоря, мне это тоже приходило в голову, но куда же он мог исчезнуть с тех пор, никто не слышал ни про Юхана, ни про Харальда. Найден был один, трупа исчезли двое. Как ты это объяснишь, Вэлм? Не знаю, сказал я и после короткой паузы добавил, пока не знаю. Послушай, я виделся с Олой Освальдом, его называют Головешкой, он единственный, кто остался в живых после пожара. У тебя ведь был план фабрики? Где ты был? Он растерянно поглядел по сторонам. Только вот в какой папке? Он подумал немного, затем поднялся. Я всегда знал, что Якоб Хаммер и настоящий профессионал. У него ни один вопрос не останется без ответа. Он просмотрел одну стопку бумаг, другую, затем еще одну и, наконец, нашел нужную папку. Вытащил ее из-под кипы других, свалил что-то на пол. Я наклонился и подобрал это, пока он открывал ту, что держал в руке. Поискав немного, он вытащил сделанный под копирку план фабрики павлин и вручил его мне большую развернутую простыню. Я быстро нашел производственный цех. Выход из него был только один через лестничную клетку. Иными словами, если головешка видел, как Хольгер Карлсон выходил из производственного цеха и как Харальд Ульвин тут же вошел в цех, то эти двое просто не могли не встретиться на лестнице. Разница была только в том, что Хольгер Карлсон так и сгорел в цехе, а у Харальда Ульвина оказалось достаточно времени, чтобы войти в цех, обнаружить там головешку и вытащить его наружу. Но в этом случае он должен был, иначе не получается, обогнать Хольгера на лестничной площадке. Не выпуская из рук плана фабрики, я пересказал Хаммре то, что услышал от головешки. В том, что ты говоришь, Леум, нет ничего нового, кивнул он. Здесь об этом тоже написано. Головешка и тогда говорил то же самое. Но Харальд Ульвин дал другие показания. Вот запись. У них тогда коса нашла на камень. Но поскольку Освальд был сильно ранен, то цена его словам была куда ниже, чем показаниям Ульвина, который вышел из этой истории целым и невредимым. Именно поэтому и не было оснований для возбуждения дела ни тогда, ни теперь. Я почувствовал в животе холодный комочек. Так здесь есть запись показаний Ульвина? Он кивнул и, полистав в бумаге, нашел их. Чувствовал некоторого почтения. Я развернул этот старый протокол и углубился в чтение записи тех событий, сделанных со слов Харальда Ульвина. В дверях производственного цеха я встретил Хольгера Карлсона, бригадира. Он был легко ранен. Он крикнул мне, чтобы я помог Освальду, лежавшему на полу, а сам он стал вытаскивать Мартинсона. Я кивнул в ответ и поспешил выполнить его приказ. Освальд был без сознания, и я с трудом тащил его. Когда я, наконец, открыл дверь, и мы оказались снаружи, я увидел Хольгера Карлсона, входящего в помещение. В этом дыму было сложно что-либо разглядеть, и я заметил лишь его силуэт, мелькнувший темной тенью. Больше я его не видел. Впоследствии я узнал, что было найдено его тело и что Мартинсона ему спасти не удалось. С тех пор я не знаю покоя, но сделать что-либо я не мог, так как спасал Освальда. Я же крыл глаза. Вспомнил слова Фаннебюста, что, несмотря на сильнейший нажим, Ульвен не согласился изменить ни одной запятой. Видимо, его версия так и останется окончательной, пока некто в день страшного суда, просматривая рассыпавшийся в прах протокола старых допросов, не укажет праведным перстом на какие-то погрешности в этой бумаге и, недовольно хмыкнув, нехмутая глаз с Харальда Ульвена, призовет его к ответу. Я вернул бумаги Хамре. Но, посуди сам, это не могло быть простым совпадением. Я имею в виду то, что Ольга Фернсен упала и разбилась насмерть именно тогда, когда вновь возник интерес к этой старой истории. Это же ссыто белыми нитками. Неужели по-прежнему этим никто не занимается? Ну, почему же занимается? Мус? Так точно. Он натянуто улыбнулся. Обращаюсь к нему по всем вопросам. Бесполезно. Это я знаю. И опять натянутая улыбка. Твое отношение к Мусу всем хорошо известно. Неужели после всего, что я сказал тебе, ты не займешься этим делом? За письменным столом он смотрелся неплохо. Хорошо одетый молодой человек, похожий на руководителя отдела в промышленном банке. Поэтому такой задерганный, усталый. А может быть, он больше походил на консультанта в рекламном бюро, этих тоже живут на части. Но ничего подобного. На самом деле, он был старшим служащим уголовной полиции, весь стол которого завален текущими делами. Почти неслышно он сказал мне, «Давай так договоримся, я переговорил с Ватфеймом, и может быть, мы выйдем на шефа уголовной полиции». Я говорю, «Может быть, Вэлм». Договорились? Поднялся и направился к двери, извинив, что от него у тебя много времени. Не стоит, чуть заметно улыбнулся он. Открыв дверь, я столкнулся лицом к лицу с Данкертом Улсом. Вид у него был такой, словно он вырвался из преисподней и все черти с копом гонятся за ним по пятам. Как только он меня увидел, взгляд его застыл и начал покрываться литком, как невспаханное поле бесснежной зимой. Он взглянулся на хамры, но особого потепления я не заметил. Не разжимая губ, он изрек. Ты говорил с Вэлмом по делам следствия? Интересно, какая будет реакция. Я разговаривал с Вэлмом о том, что произошло двадцать лет назад. Ты что-нибудь имеешь против? Я думал, ты занят более серьезными делами. Моус одаривал нас свирепыми взглядами. Затем он развернулся и затопал по коридору с оплечки и просыпел он так, чтобы и хамры, и я его услышали. Хамры побледнел еще больше, его губы выкинулись в тоненькую ниточку, он холодно кивнул мне и закрыл дверь. Где-то в конце коридора хлопнула другая дверь, и вдруг я отчетливо ощутил свое одиночество. В одном из ближайших кабинетов кто-то печатал на машинке одним пальцем, не иначе какой-нибудь стажер сочиял любовное послание. Я вышел на улицу. Полуденное солнце встретило меня в дверях теплом и лаской. Прямо передо мной выселась старая и новая ратуши. Я направился через центр в сторону северного мыса. В зелени аллей, тянущихся от монастыря, уже была заметна желтизна. Кое-где к асфальту прилипли первые опавшие листья, как чересчур поспешные поцелуи, которыми мы одариваем покойников. Прощаясь, солнце целовало нас. Холодное северное солнце. Миновав Фредриксберг, я оказался в парке северного мыса и пошел дальше мимо морских купалин, пока не добрался до самого мыса. Стало прохладнее, солнце садилось. Днем оно еще поднималось достаточно высоко, но белая дымка над горизонтом предвещала дни короче и прохладнее. Я обогнул мыс и начал возвращаться в город. В самом конце парка за складскими бараками располагали старые сараи для лодок. Эти стены еще хранили запах сушеной рыбы, хотя последний раз этот товар хранился здесь много лет назад. Именно на задворках этих строений в холодном январе 71-го погиб человек. Я подошел к ограде и заглянул внутрь. Там стоял грузовик, ворота были открыты, но сбоку висела тяжелая цепь с замком, на ночь ворота запирали. Интересно, висел и замок тогда, у кого были ключи. Я попытался представить, как все это было избитый и растерзанный человек, кровавое месиво на затоптанном грязном снегу. В этом человеке опознали Харальда Ульдена, и получилось, что преступника настигло возмездие через 26 лет после войны. А что было на самом деле? Вдруг здесь был убит кто-то другой, еще одна невинная жертва. Но где же тогда Харальд Ульден? Десять лет прошло с той поры. Никаких следов давно не осталось. Десять лет ложился и таял снег, светило солнце, лил дождь. Теперь солнце светило с другой стороны. У новой церкви я свернул направо. Мне хотелось встретиться с Сигарет Карлсен. Подойдя к дому, я взглянул на ее окна, но света у них не было. Я посмотрел на часы, странно, в это время она всегда дома. Дверь подъезда была открыта, словно кто-то забыл затереть ее, и я вошел. Поднявшись на второй этаж, я увидел, что дверь в квартиру тоже приоткрыта. Я встрогнул, все это мне не понравилось. Я нажал кнопку звонка, и тут же отчаянно забарбанил в дверь. Она сама передо мной распахнулась. Не прихожая, а бедлам. Комод опрокинут, ящики выдвинуты, тут же вывалена их содержимое, в стене прислонена разломанная на куски деревянная рама для зеркала, осколки разбитого зеркала, рассыпаны по всему полу, как потайные окошки виной мир. Осторожно, я вступил в этот хаос. Холодея от ужаса позвал тоненьким голоском «Ау! Ау!» Мне никто не ответил. Не было слышно ни звука. Осторожно, я приоткрыл дверь в кухню. Сердце билось так, что я задыхался. Там такой же бедлам, сорванный со стены календарь, брошен в раковину. На столе смятая фотография, ребенок играет с собакой, транзистор с отлетевшей черной пластмассовой крышкой валяется на полу, кухонный стол перевернут, под скамейкой целлофановый пакет с мусором, картофельные очистки и яичная скорлупа рассыпаны по всему полу, при этом сильно пахнет стиральным порошком, но откуда запах понять невозможно. Дверь в комнату была открыта, там тоже темно, но насколько я могу разглядеть беспорядок здесь поменьше, правда телевизор тоже опрокинут, штепсель болтается в воздухе, на полу черепки от разбитого цветного горшка, одна из занавесок оборвана и свисает до полу. В одном из кресел, съежившись и закрыв лицо руками, сидит Сигарет Карлсон, застывшая как из вояне. И лишь слабое подрагивание плеч говорит о том, что она жива. Застать человека, когда он переживает горе, оказывается так же неловко, как в самый интимный момент любви, не знаешь, что делать, как поступить. Я поднял с пола радиоприемник, кухонную скамьи решительно придвинул к стене, чтобы хотя бы шумом привлечь к себе внимание. Затем вернулся к двери, постоял там в нерешительности, поглядывая на женщину, на ее большие беспомощные руки. Ее волосы отливали серебром. Одета она была в светло-серое платье с простым пояском из той же ткани. Фрук Карлсон позвал я осторожно, это я Вэл. Не отнимая рук от лица, она слегка выпрямила спину, и я понял, что она меня слышит. Я стоял и ждал. Она постепенно разжимала пальцы, и сквозь ее длинные белые фаланги я увидел глаза, покрасневшие от слез. Что случилось? Кто это сделал? Спросил я, и показал нацаривший разгром, как будто иначе она покачала головой. Губы бесшумно прошептали «Никто, «Никто»?» «Никто»?» Переспросил я, пожалуй, слишком спокойно. «Господин Никто был всего лишь проездом?» Злорадствовал внутри незнакомый мне голос «Господин Никто» только перевернул вверх дном всю квартиру и удалил же. Гости из прошлого беглятся в будущее. «Так кто же?» Услышал я свой собственный голос. Она посмотрела на меня не в силах вымолвить ни слова. Отняла от лица руки. Я увидел такое лицо, что меня невольно бросило в дрожь. Она как будто голая сидела, настолько не могла ничего скрыть. Я вспомнил две незначительные детали, которые я заприметил, когда был у нее в прошлый раз. На комоде в прихожей была сбоку царапина, на зеркале трещина. «Это ведь не в первый раз происходит?» спросил я осторожно. Она молча покачала головой. В руке показался белый платочек, и она вытерла им под глазами щерки и губы. «Это ваш знакомый мужчина?» Она испуганно посмотрела на меня и покраснела. Покачала головой и тоненько выдавила из себя. «Нет». У нее был измученный голос, не такой, как прежде. И вдруг я все понял, даже раньше, чем задал вопрос «Ваша дочь?» У нее выступили слезы на глазах, губы задрожали. Опять появился платочек. Она заплакала. Я походил по комнате, ступая тихо, как по мягкому мху. Подошел к окну и выглянул на улицу. Плоский, стертый булыжник, осунувший со фасады домов. Домишки такие маленькие, а людей у них так много, и мы почти ничего не знаем о них. А она часто бывает такой. Бывает. Находит на нее. Редко она лечилась, и на работе у нее все хорошо. Но время от времени ей необходимо разрядиться. Врачи говорят, что это шизофрения. Она принимает лекарства, но ее руки беспомощно взлетели и запорхали, так бабочки умирают перед похолоданием. Иногда она возвращается с работы, и я по глазам вижу, что сейчас начнется. И начинается. Она сильнее меня, мне ее не удержать. Ломает все подряд, бьет, крушит, а потом уходит из дома. Возвращается вечером, как ни в чем не бывало. Когда ей совсем плохо, так она сама идет в клинику. Там ей дают более сильные средства, и она возвращается ко мне вновь, добрая, милая Анита. Девочка моя. Взгляды наши встретились. Известно, что дети вырастают, но для родителей навсегда остаются маленькими, особенно если в их жизни ей все было гладко. А врачи когда-нибудь говорили, отчего это у нее происходит? Она рано потеряла отца, да еще при обстоятельствах, которые всем известны, понимаете, чего ей только не пришлось наслышаться. И ведь это тянулось годами. Ну, а сбросить накопившийся груз ей удавалось только одним способом. Слова ей звучали бесстрастно, она только констатировала факты, и все же в том, как она это сказала. Я почувствовал сдержанную ярость, и я понял главное, Анита Карлсон, которой к моменту пожара исполнилось всего лишь четыре года, еще одна жертва этой трагедии. Сигарет Карлсон перестала плакать. Надо прибрать, сказала она, поднялась, я помогу вам, поспешил я. Она строго взглянула на меня. Я сама. И чтобы как-то сгладить, неловкость добавила. Когда Анита вернется, мне лучше здесь быть одной. Я понимаю, вам было что-то нужно, спросила она. Вы зачем-то пришли? Должно быть. Честно, честно говоря, я забыл, но никак не могу прийти в себя. Мне все еще казалось, что здесь меня ждала та же картина, что накануне Ольги Сержинсен. Я только хотел сказать Фру Карлсон, что я по-прежнему занимаюсь этим делом и убежден, что ваш муж невиновен. Я не остановлюсь, пока не выясню все обстоятельства этого дела до конца. Передайте это Аните, когда сочтете возможным. Скажите, что я уверен ее отец ни в чем не виноват. Ее глаза смотрели печально. Кому это теперь нужно? Все равно спасибо. Я вернулся, когда буду располагать неоспоримыми доказательствами. Мой голос звучал уверенно, и я отметил, что я сказал, когда, а не если. Я был убежден, что так и будет. Если понадобится, я доберусь до преисподней и вытащу оттуда Харальда Ульмена. Во что бы то ни стало, мне надо докопаться до истины, ради Аниты и ее матери. Хотя становилось все веснее, что отправляться в столь далекое путешествие возможно и не понадобится. Развязка приближалась медленно, но неотвратимо. Спустя много лет, но приближалась. Начало смеркаться. Предметы теряли очертания. По ночам на охоту выходят волки. И те, что охотятся стаями, и те, что поодиночке. В это время года темнеет быстро, и вот уже в садах вокруг вилл зажигают фонари, мощные кроны деревьев залиты светом, но сырая земля, покрытая пожелтевшей травой, остается в темноте. После заката быстро холодает. На этот раз я оставил машину подальше от знакомого у меня дома брата Хакбарта Хелли и отправился туда пешком. Я держался как можно ближе к зеленой изгороди, чтобы из дома меня не заметили. Вся изгородь, отделявшая сад от дороги, была плотной, колючей. Кованые ворота держались на двух массивных колоннах из натурального камня, врытых вплотную к кустарнику. Присев на корточке, я внимательно изучил эти ворота, но никакого сигнального устройства не обнаружил. Впрочем, полной уверенности в этом у меня не было. Миновав ворота, я пошел дальше вдоль изгороди. Соседняя вилла за низеньким деревянным заборчиком с розовыми кустами на участке выглядела более приветливо. Владение же Хеллибюста со всех сторон было обнесено колючей зеленой изгородью. Огляделшись по сторонам, я перешагнул через деревянный заборчик соседней виллы, а дальше пошел вдоль изгородью, пока не оказался у задней стенки гаража, расположенного на участке. За домом участок постепенно шел под уклон, спускаясь к пролегавшему здесь когда-то железнодорожному полотну. В одном месте я увидел углубление, вероятно, русло пересохшего ручья. В этом месте под изгородью образовался небольшой лаз. Опустившись на четвереньки, я пролез под изгородью. из дома скрытого от меня фруктовыми деревьями и какой-то садовой мебелью доносились тихие звуки. Соблюдая осторожность, я направился к дому по широкой дуге. Ни одна сторожевая собака так и не известила хозяев о моем приближении. Дорогу мне преграждал цветник. После секундного колебания я понял, что, в общем-то, меня мало волнует, полное цветочки или нет. Только на камни я старался не наступать, чтобы не свертывать лишнего шума. По ступеньках террасы я немного постоял, стараясь не дышать. Я правильно все рассчитал. Бархатные гордины делали меня невидимым. Мое появление осталось незамеченным. Сквозь стекло доносились голоса монотонные, приглушенные, слов не разобрать. Я подошел вплотную к иконной раме и осторожно протиснулся в свободное пространство между гординами. Держался я так прямо, словно аршин проглотил и старался не дышать, продвигаясь вперед буквально по сантиметру. Добравшись до края гордины, я смог сбоку заглянуть внутрь. Живой мерцающий свет заливал комнату. Единственным источником электрического освещения была пара небольших бра. На огромном обеденном столе возвышался канделябр с семью горящими свечами. Язычки пламени отражались и играли на высоких и узких спинках стульев. За столом никого не было. Чтобы охватить взглядом оставшуюся часть комнаты, мне пришлось продвинуться чуть дальше, еще больше скосить глаза. Та часть комнаты была освещена значительно ярче. Я увидел белую поверхность камина, шероховатую, как выбеленные стены монастыря, три кресла с высокими спинками и низкий диван, обитый бархатом цвета ржавчины. На низком столике ведерко со льдом, бутылки истящего сувина и дорогого коньяка. Вокруг столика сидели шестеро. С одним из них я был знаком. Напряженно выпрямив спину, боком к камину восседал Карстен Вейгж. Мне был хорошо виден в отблесках горящего камина любая показалась бы красавицей и даже крупные очки и застывшая улыбка на нарисованных губах не слишком ее портили. Еще две женщины уединились в уголке и тихонько беседовали о чем-то своем, не обращая на остальных никакого внимания. Одной из них седовласой было, видимо, под 70, другая, загорелая, с умело подкрашенными волосами, была значительно моложе. Один из пожилых с красноватым лицом и редкими зачерсанными назад волосами, в другом я узнал Хакбарта Хелле. Профиль Хакбарта Хелле четко вырисовывался на фоне белой стены. Но если бы не та расплывчатая фотография, которую мне когда-то показал Уве Хаугленд, я бы его не узнал. В этом худом жилистом лице в сверкающих глазах, в напряженной складке губ и подбородка проглядывал злой и беспощадный хищник. Такие всегда и первыми чувствуют приближающуюся опасность или возможную выгоду. Несмотря на свежий вид и загар, его возраст выдавали морщины. Он выглядел значительно старше, чем я предполагал. И, наверное, только в этот момент я впервые осознал, что Хакбарта Хелле уже не молод, ведь ему 73. Честолюбие и успех безусловно закалили его и помогали держаться в форме, но ушедшие годы ни за какие деньги не вернешь. Время ко всем безжалостно и к богатым и к бедным. И вот я заметил еще одно живое существо. Лежащий у камина черный доберман-пинчер громадных размеров, поднял голову и прислушался. Неужели услышал, как бьется мое сердце? Или чужой запах почуял? И все же не эта жуткая собачья пасть удерживала меня на месте. Хакбарта, Хелли и меня разделяли лишь оконное стекло и раздвижная дверь. Но я вдруг понял, что моя попытка обречена. Стеклянная перегородка была скорее символом такой непреодолимой стены, как если бы она была из бетона. Сидевшие здесь люди в костюмах от лучших портных привыкли к дорогим напиткам и бархатной обивке диванов из красного дерева. Они обедают при свечах в серебряных подсвечниках. Это им принадлежат океанские лайнеры, борозящие моря от тропиков до Аляски. Это они владельцы крупных счетов в швейцарских банках, собственных вилл на Сейшельских островах, плантации орхидеи на побережье Карибского моря. Против этих людей я бессилен. Люди второго сорта, такие как Юхан Верзила, Головешка, Гранила Ульсен, чего греха таить, могут стянуть бутылку другую пива, но когда их схватят за руку, то непременно посадят за решетку. А вот Хакбарт Хелли и ему подобные могут позволить себе уничтожить целое предприятие или совершить такую финансовую операцию, которую обычные люди назвали бы спекуляцией, если бы добрались до ее сути. Значительную долю своих доходов они вкладывают под чужими именами в вымышленные акционерные общества, разбросанные по всему миру. Отпущенные им в всевышнем годы они проводят в уютном уголке у горящего камина вдали от мирской суеты, они располагают всей полнотой власти, которую только способны дать деньги, и для того, чтобы я действительно мог потревожить их, нужна самая малость, иное общественное устройство, иная общественная система. У меня был один шанс, конкретные неоспоримые доказательства, но, увы, я этим не располагал, была только версия, к тому же еще очень расплывчатая. Я с тоской поглядывал на Хакбарта Хелли, а в голове у меня верделось множество вопросов, которые я мог бы ему задать, и даже по его непосредственной реакции я понял бы многое, я бросил бы ему в лицо обвинение, если бы успел, пока эта псина не перегрызла мне горло, но в глубине души я понимал, что и этот мой поступок был бы бессмысленным. Уверенно маневрируя, Хакбарту Хелли не раз удавалось выплыть из мутной воды на океанские просторы. Он крепко держал в руках бразды правления различных организаций, деятельность которых затрагивала экономику ни одной страны и умело обходил конкурентов. Брат на него не похож. Ингвар Хеллибюст был предпринимателем средней руки, он так и не вышел на мировой уровень и, кажется, не стремился к этому. С его данными он мог бы служить налоговым агентом, но случайно оказался владельцем трикотажной фабрики. Небольшой, но, судя по его особняку, достаточно прибыльной. Разница между братьями была такая же, как между провинцией и метрополией, между молодежным клубом и мафией. А может быть, все-таки я испугался псиной. Вытягивая мощную черную шею, она поглядывала по сторонам. Я видел ее сильные челюсти и острые зубы. По своей природе эта собака была охотником и убийцей. И этим осенним вечером мне бы не хотелось устраивать с ней соревнования по бегу. Я постарался удалиться так же незаметно, как и вошел. Я бросил прощальный взгляд на Хакбарта Хелли. Затем тихо двинулся в обратном направлении к уже известному мне лазу. Ночь была как темный мешок, в котором я оказался. Как жить дальше, я не имел понятия. В ту ночь я не пошел домой. По Фессенгер-Вейн я ехал в сторону центра. Определить теперь, где находилась когда-то фабрика павлин, было уже невозможно. Шрамы зарубцевались, выросли новые дома. Оставив машину на башенной площади, я направился в контору пешком. На минутку задержался у кафе, которое так любил Ялмар-Немарк, и прошел мимо. Не зажигая в конторе света, я на ощупь пробрался к столу, выдвинул нижний ящик, где у меня хранилась непочатая бутылка, и налил себе стаканчик. Я выпил немного, не больше обычного кухонного стакана, а пил долго. По вкусу напиток можно было пожалуй сравнить с лунным светом. Я осмаковал его и наслаждался. Я пил за несбывшиеся надежды, за все утраченные иллюзии. Я пил за то, что никогда не вернется, за людей, которые когда-то были рядом, а потом навеки исчезли во мраке. Я пил за только что возведенные надгробья и за старые пожарищи и за свое постыдное отступление. Ваше здоровье, отважные герои. Я пью за вас. Уже ночью я вышел из конторы и укрылся в спящем городе. Полночь уже миновала. Улицами владели тени, смутные тени, да еще быстрые, укратко и брошенные взгляды. Спешить мне было некуда и я все подмечал. Вдоль высоких бетонных фасадов Страндгатен я вышел к парку и еще раз прошел мимо того места, где было совершено убийство в январе 71-го года. Но я не задержался там. Со стороны мыса навстречу мне двигался человек в коричневом пальто с седой бородкой и ордель терьером на поводке. И больше ни души. Чернело пустынное море, ни лодочки, ни кораблика. Гулять по городу в это время суток все равно, что смотреть фильмы, снятые в разные периоды вашей жизни. От северного мыса моего детства по Мерстегарте и по белой искривленной спине моста через Пудесиорд в сторону Гюльденприз, где на заре моей юности я знал девушку, глаза которой были полны поэзии, а сердце такое было отзывчивое, что она плохо кончила, повесилась в туалете психиатрической клиники. Пройдя верхнюю улицу я оказался в Сандвикен. Перед подвалом громилы Ульсена немного постоял, но внутри было темно, тихо, ни один дружеский голос не призвал меня. Я дошел до Флюги Хавлен и здесь остановился. Глубоко вдохнул морской воздух, пахнущий водорослями, отработанными маслами. Пока я бродил, прошло несколько часов. Вокруг погасли фонари, все стихло. Возвращаясь по Фёгатен, я мог бы спокойно ехать по встречной полосе, но окажется я здесь утром, мне бы не вырваться из автомобильного покоя. Неприятное ощущение, как будто я вернулся в город, где не осталось ни одной живой души. На атомную войну не похоже, а на чему вполне. Единственным живым был я, город принадлежал мне, мне одному. Я опять спустился к набережной и вновь оказался у моря. В этом городе море повсюду. Самой подходящей формой для описания этой ночи мне показалось японское тверстишее, короткое и ясное. В сентябре, ведь наступает осень, волны кажутся чёрными. над причалом торчали кнехты, как будто любопытные нерпы высунули из воды морды и вслушивались в эти удивительные стихи, которые я сочиню. На борту грузового судна, пришвартовавшегося у крепостного причала, облезла краска, обнаружив ржавчину. Я невольно провёл по лицу рукой, пора бы побриться. Теперь и центр как будто вымер, стояла полная тишина, которая бывает здесь только с пяти до шести утра. Я бродил по городу, не чувствуя усталости и думал о том, что не давало мне покоя, оходивших во время войны слухах о призраке, о пожаре на павлине, об убийстве Харальда Ульвина, таинственном исчезновении Юхана Верзилы в семьдесят первом, о событиях последних месяцев. Берген изменился за эти годы. В пятьдесят третьем году был намного меньше. В долине еще не бурили скважин, вдоль извилистой проселочной дороги еще зеленели поля, самолеты летели на восток с аэродрома в Сандвикен, а до места находила электричка. В центре города на улице всех святых возвышался старый почтамп под красной черепицей, а прямо напротив грязно-зеленое здание полицейского управления. В ту пору мой отец работал трамвайным кондуктором. На северном мысе еще оставались следы пожарищ. Мне было одиннадцать, забот я не знал. Ялмару Нюмарку уже исполнилось сорок два, и он был в расцвете сил. Конрад Фаннерст поднялся на вершину своей карьеры, во всяком случае политической. Сияла красотой и молодостью Элису двум. Ей шел двадцать второй год, и она еще была полна надежд. Хольберу Карлсу стукнуло тридцать пять. Он был счастливым отцом четырехлетней дочери, и жена его еще была счастлива. А Хакбарту Хэлли, деятель мой энергичному человеку, минуло сорок пять. Мы тогда были другими. Для кого-то катастрофа разразилась уже в пятьдесят третьем, кого-то она настигла через двадцать восемь лет. И даже невинный одиннадцатилетний мальчишка с северного мыса странным образом оказался втянутым в эту историю. В городе нарастал гол. День снова настигал. Я вернулся домой в мою тесную квартиру и украл пару часов у дня распроставшись на диване. Затем долго стоял под душем и наконец ожил ровно настолько, чтобы почувствовать себя совершенно обессиленным. Где же зарытая эта собака улики, погребенные двадцать восемь лет назад, надежно сокрытые от посторонних глаз? А может они и вовсе сгнили? Мало что уцелело с тех пор. По дороге в контору я купил газеты. Не успел ее закрыть за собой дверь, как раздался телефонный звонок. Но когда я снял трубку, бесконечно наслаждаться голосом своего неизменного собеседника длинными гудками отбоя. Наугад развернув какую-то газету, я пробежал глазами первую страницу. В правом нижнем углу я нашел то, что искал. «Таинственная смерть в районе Сандвики», нагласил заголовок. Из статьи следовало, что по-прежнему остается много неясного в связи с трупом 58-летней женщины, обнаруженным в ее квартире. Есть основания полагать, что произошел несчастный случай, но тем не менее полиция разыскивала мужчину лет примерно 50-ти в сером пальто, темной шляпе, хромого. Этого человека, а также всех видевших его, просят сообщить обо всем, что известно, в полицию. Немного удалось выведать журналистам, немного. Я быстро пролистал остальные газеты, ничего нового в них не было. В столичные газеты это сообщение еще не попало. Впрочем, выдумок там было бы больше, чем достоверной информации. То, что заметка о расследовании вообще появилась в печати, было само по себе хорошим признаком. Отложив газеты, я позвонил Конраду Фаннеберсту. Его секретарша мне сообщила, что он на совещании в Копенгагене и возвратится не раньше, чем сегодня поздно вечером, а может быть и завтра прилетит первым утреным рейсом. За окнами новый день расправлял крылья, пожелоченные сентябрьским солнцем перышки сверкали на солнце. Четкие контуры домов вырисовывались на пригорке, коричневые тени ложились на редки деревьев, словно тонкая-тонкая кисия. Осень расставляла свои сети. Скоро мы все окажемся в них. Опять зазвонил телефон. Я взял трубку. Алло? Молчание. Алло? Вэум слушает. Трубку положили. Я услышал щелчок и длинные гудки. Я посмотрел на трубку, как будто она могла мне что-то объяснить. Наверное, ошиблись номером или передумали со мной говорить. Минут через пять я услышал, как кто-то вошел в мою приемную. Ждал, что постучат в дверь кабинета, но этого не случилось. То, что все люди разные, можно заметить даже в конторах частных детективов. Иногда ко мне приходят типы, которые считают возможным распахивать все двери разом, не думая, что за одну из них на коленях у хозяина ничем черт не шутит. Сидит его любимая блондинка, другие, наоборот, готовы веками торчать в приемной, постепенно сливая с собой найти их там, что спрятанную фигуру в головоломке отыскать. Некоторые посетители с такой гордостью усаживаются в кресло и с таким достоинством углубляются в чтение потрепанного иллюстрированного журнала, что я готов платить им за это, так как моя скромная контора сразу приобретает респектабельный вид. Редко приходят такие, кто просто стучит в дверь. Я встал, чтобы пригласить посетителя войти. Мне показалось, что на меня двинулся бульдозер. Наконец, он остановился, слегка расставив ноги, невероятно широкий, в плечах, кряжистый, все это выдавало в нем бывшего тяжелоатлета. Голубая вязаная шапочка была натянута низко на лоб, под ней я обнаружил бледное квадратное лицо, светло-голубые глаза, седоватую щетину. Одет он был по-спортивному, короткая куртка, синие джинсы, легкие коричневые сапожки. Выйти с ним на ринг и провести тренировочный бой мне сегодня не хотелось. Не успел я подумать об этом, как почувствовал точный удар его мощного кулака мне в живот. Я начал приседать, как учительница танцев в глубоком клинксине. Он же в ритме танго умудрился коленом заехать мне прямо в висок. Перед глазами у меня пошли круги, следующий удар его кулака пришелся мне по затылку и заставил комнату сложиться в узенькую полоску, как китайский еюр. И все померкло. Но я успел заметить одну маленькую деталь. Этот парень пришел не один. Сквозь рифленое стекло в коридорной двери я успел увидеть чей-то силуэт. Но кто это был я так и не понял. Шаги приближаются, шаги стихают, волны накатывают на меня, а я мертвецки пьяный лежу в полосе прибоя. Меня покачивает взад и вперед. Взад и вперед покачивает меня волна. Вэлм. Волна накрыла меня. Синья быть теломен, солнца маловато. Вэлм. Голос кажется знакомым, но не родным, кто бы это мог быть. Я открыл глаза и увидел потертый коричневый пол. Мой голос искажен до неузнаваемости, язык в металлических кисках. По мне рождается эхо мерзкое, уродливое. Меня тошнит. В животе словно огромный камень от этого больно. В виске будто пуля сидит, а затылок жрет своей обособленной жизнью, не имеющей ко мне никакого отношения. Поднимайся. Да что с тобой? Этот голос. Восточный диалект. А где последний раз в жизни сталкивала тебя с кем-нибудь из восточных варг? То есть нет, наоборот, это его она столкнулась с тобой. Сильные руки перевернули меня, я застонал. Потолок оказался ужасно близко, грязный потолок, мыть пора. Эй! Ну ты пришел в себя? Голос надо мной куда-то удаляется, лицо уменьшается и притягивается к потолку. Комната растет вверх, но я теперь лежу на дне сверкающий стеклянный банк. А лицо это я где-то видел. Я резко сел, затем перевернулся и встал на четвереньки. Голова болтается из стороны в сторону. В ней раскаленные угли, но если держать голову прямо, то они не так жгут. Шаги удаляются, опутывают меня каким-то замысловатым узором, то проникая в голову, то звучат в коридоре короткий недружелюбный смешок. Забавно ты выглядишь. Я тоже рассмеялся. Я чувствовал себя королем дураков, любимцем красолов. Я попался по направлению к стене, туда, где должна была находиться стена, и держась за нее медленно поднялся. Голоса шизились, как круги поводя отвратительной какафония, заполняла мою голову. Слова отзывались в ней эхом, тем, кто молится место на небесах. Колени казалось вот-вот должны были подкоситься, но пока еще держали. Я озирался по сторонам, словно видел эту комнату впервые. Плинтуса тянулись на уровне пояса, выше старой обои. Стол с круглыми полированными ногами и повсюду разбросаны журналы. Засунув руки в карманы модных белых брюк, широковатых в бедрах и узких в щиколотках, в легком светлом пиджаке, белой рубашке и в широком галстуке в красную клетку Кастен Виг взирал на меня слегка изогнув бровь и кривя тонкие губы. Поскольку я чувствовал себя немощным, как листок ясеня и бледным, как простыня, он показался мне еще более загорелым и цветущим, чем в прошлый раз. Все в нем сияло и короткие блестящие волосы и белозубая улыбка. он был достоин первого приза в соревнованиях участвовать, в которых я не собирался. Сейчас состоится вручение диплома победителю. Алло, сказал он и улыбнулся, можно к вам? Хозяин на месте? И уже с другой интонацией, боже, праведный, будто скорый поезд по тебе проехал Веум. В ответ я только посмотрел на него сквозь образовавшиеся отверстия в обволакивающем меня тумане. Должно быть, ты играл с огнем, Веум. По словах явно звучала угроза. Вот так и приоткрылась завеса. Я был не настолько невежествен, чтобы верить в случайности. Я сам не видел силуэт за стеклянной дверью. В общем, сомнений у меня не было. Я подошел поближе. Тебя кто-нибудь обидел, Веум? Теперь он стоял вплотную ко мне. Я увидел покрасневшие от загара нос и скулы. Тихим, ленивым голосом, словно ему самому это было безразлично, он проговорил. Понимаешь, такие люди, как Элли, очень влиятельны. Я не знаю, что здесь произошло, но тебе все же над этим стоит подумать. Все же. Я приготовился презрительно произнести эти слова, но из меня не вышло недвуха. С тобой могут и хуже обойтись, если не будешь осторожнее. И пауза, как в постановке Чехова. Ты все понял? В следующий раз Веум не уверен, что ты вообще сможешь подняться. он резко отвернулся, как будто его тошнило от одного моего вида и пошел к выходу. В дверях он еще раз оглянулся. Желаю скорейшего выздоровления, Веум, и помни, мой совет, ничто в этой жизни не случайно. Короткий взгляд на часы и раничный поклон мне. Нет его, дверь за ним закрылась. Я увидел дверь из рифленого стекла с моим именем, его зеркальное отражение, и я и сам чувствовал себя зеркальным отражением. Тихо, тихо я заполз в кабинет. Дверь в приемную оставил слегка приоткрытой, чтобы сразу видеть всех своих посетителей. Раз уж я добрался до этого стола, теперь никакая сила отсюда меня не поднимет. Я снова на привычном месте. Долго сидел и смотрел в окно, пока дневной свет не набрал силы и не нахлынул на меня потоком. Краснота исчезла, все побелело. Я положил голову на письменный стол и проснулся только от телефонного звонка. Я снял трубку и приложил ее к уху, не говоря ни слова. Слышалось отдаленное пощелкивание телефона автомата. Мы оба хранили молчание и на этом и на другом конце провода. И вдруг я услышал металлический голос объявления через усилитель. Рейс номер 92. Трубку тут же повесили. Я все понял. Контрольный звонок Карстена Вейга. Прибыл в аэропорт Флешланд. Он проверял, не перегнули ли они палку. Еще один несчастный случай им был ни к чему. Что мне хотели сказать? Если бы им была нужна моя жизнь, этому парню ввязаные капочки прислали бы одного. Раньше мы с ним не встречались, но я мог бы поспорить, что этот паренек был делегирован с в полицей. Карстен Вейг осуществлял общее руководство. Теперь он звонит с аэродрома, чтобы со спокойной совести доложить Хакбарту Элле, что задание выполнено. Но кое-что мне все еще было не ясно, что означало сегодняшнее происшествие, почему они так тщательно охраняли события 28-летней давности, или охрана это относилась к тому, что произошло на Шкоте Гаттен месяц назад, чем испугала их моя последняя находка. Прошло уже несколько часов. Сон за письменным столом пошел мне на пользу. Все окружающие предметы приобрели привычное очертание. Я достаточно пришел к себя, чтобы наклониться, достать из книжнего ящика бутылку аквилита и налить ее в рюмку. Осторожно прибуду, тепло растекалось во мне, как масло по воде. Затылок еще ныл, затекло предплечье, стучало в висках, в животе еще чувствовал, ступая больно, впервые за несколько часов я ощущал себя вполне сносно и вновь мог думать. День поплелся дальше, не твердо передвигаясь на шатких костылях. Так недолго и в телете очутиться. Почаще был встречаться мне с блондинками, пореже с блондинами. Хорошо бы открыть, скажем, кружевную мастерскую и навсегда покончить счастным сыском. В половине четвертого дверь в мою приемную отворилась, послышали слежкие женские шаги. Прошло несколько секунд, прежде чем я вспомнил, кто это. Я отодвинул от себя рюмку, как будто этот предмет никогда не имел ко мне никакого отношения. Вот это сюрприз! Воскликнул я из последних сил, поднимаясь ей навстречу. Она работала ассистенткой у зубного врача моего соседа по этажу. В березовом пальто, прозовевшей, как солнышко на закате, она от смущения не знала, куда девать руки, совсем молоденькая. Вместе с ней ко мне вошли вечер и солнечный свет. Я поднялся из-за стола еще не очень твердо держась на ногах. Вы приглашали меня зайти посмотреть вид из вашего окна, говорила она, поглядывая на меня чуть искоса. Когда я оказался рядом, она отодвинулась и быстро подошла к окну. А-а-а! Протянула она, что означает «А-а-а!» Ну, это означает что вид точно такой, как у нас. И она засмеялась. А ты ожидал чего-то другого? Ну, ведь вы говорили, и она замолчала, увидев мою рюмку. А что это? Это похоже на воду. Я попытался улыбнуться, а она удивленно посмотрела на меня. В лучах заходящего солнца ее лицо оказалось еще мягче, и я невольно вспомнил другую женщину, которая тоже когда-то стояла у этого окна, с таким же несмываемым румянцем, темными глазами, черными бровями в разлет. Сколько ей было тогда? Девятнадцать? Уже двадцать? Я приблизился к ней, какая-то странная полуулыбка застыла на ее губах. Признайся, в тебя, наверное, все влюбляются, и все говорят тебе об этом, правда? Она смотрела на меня огромными блестящими глазами. Вылитая Ингрид Бергман в Касабланке, продолжал я. Кто-кто? Она растерялась. Так, одна женщина. У нее тоже все. Ну, вот я и посмотрела, перебила на меня. Вид из вашего окна, и ослепительно улыбнувшись, прошла мимо меня так близко, что я почувствовал запах ее сладковатых цветочных духов. Спасибо. У двери она задержалась и посмотрела на меня. «А почему вы не зажигаете свет?» Но ответа не стала дожидаться. Дверь за ней захлопнулась. Я услышал ее удаляющиеся шаги. Затем они донеслись из коридора. Хлопнула дверь лифта. И наступила тишина. Из зеркала на меня поглядывало мое отражение. Я схватил рюмку и чокнулся со своим двойником. А сушив содержимое одним глотком, я включил свет. В сентябре бывают дни золотистые, как мед. Эти дни начинаются с того, что за окном встает тяжелое солнце. В такие дни надо просыпаться медленно и никуда не спешить. Свой скромный завтрак я вкушал у окна, помыть которое было просто необходимо. Летние дожди оставили на стекле облеклые дорожки. Из приемника доносилась легкая немецкая музыка. На крысах птахи держали совет, не настала ли пора отправиться к Средиземноморью или все же провести сентябрь в Норвегии. Я вновь позвонил в контору Конрада Фаннебюста. Да, господин Фаннебюст вернулся. Нет, нет, у него сейчас совещание. Она может записать мое имя, и когда Фаннебюст освободится, он позвонит мне. В самых любезных выражениях, на которые я только был способен, я упросил ее передать ему незамедлительно несколько слов. Привет от Веума и сказать, что мне необходимо с ним переговорить. Это очень важно. Через пару минут, слегка запыхавшись, она проговорила в трубку. Если бы вы могли прийти в половине третьего, господин Фаннебюст постарался бы выкроить для вас время. Вам неизвестно последнее пророчество о приближении судного дня? Поинтересовался я. Конец света может наступить раньше. Ведь нынешние выборы в Торчинг наверняка приблизят день страшного суда. А газет вы не читаете? Парировала она. У нас конец света каждый день. В общем, я вас записала на полтретьего. До свидания. До свидания. По дороге я внял ее совету и купил газеты. Финансовый кризис торгового флота. Прочитал я на первой странице. Экстренное совещание в Копенгагене сообщалось на второй. В ожидании новых банкротств. Журналисты изощрялись в броскости заголовков, но суть происходящего не вызывала сомнений. Конрада Фаннебюста занимали дела куда поважнее, чем пожар 30-летней давности или чья-то смерч какие-то 10 лет назад. Выборы в Торчинг действительно приближались. В тот год наши политические лидеры демонстрировали приемы предвыборной кампании, разработанной в Штатах. Левые кандидаты разъезжали на велосипедах зеленого цвета. Представители партии Центра высаживали кустарник на чахлых газонах. Кандидат на пост премьер-министра представителя от рабочей партии раздавал розы. Кандидат от консерваторов дал телевидению разрешение на съемку. Его интервью должно было проходить в высшей степени демократично на зеленом рынке в Ставангере. Улыбка кандидата перед камерой была, правда, несколько деланной, но была ведь. В тот год мы услышали обещаний больше, чем когда бы то ни было, но сбылось как никогда мало. Словом, мрачные прогнозы циников подтвердились, а оптимисты втянули голову в плечи. Я позвонил в Эгарду Ватхейму. Спросил, нет ли новостей в связи с начатым расследованием. Он ответил, что, в общем-то, не имеет права отвечать на этот вопрос, но новостей нет. Утро выдалось тихое, как бедный родственник на похоронах, и за стеной слышалось стекотание бормашины. Я подумал про ассистентку, которая обвязывала салфетками шеи перепуганных пациентов, смешивала амальгаму, назначала время новым больным. Если я когда-нибудь получу приличный гонорар, обязательно обращусь к зубному врачу и назначу свидание его ассистентке. За пять минут до половины третьего я прибыл в контору Конрада Фаннебюста. В коридоре я заметил двух хорошо одетых молодых людей, аккуратно подстриженных. Они неслышно о чем-то переговаривались. У одного в руке была пачка документов, у другого типа столичных газет. Я приблизился, они замолчали и заговорили вновь, когда я подошел к двери приемной. Секретарша Фаннебюста подняла на меня глаза. Всмотрела на свои золотые часики, и сегодня ее наряд был выдержан в зеленоватой гамме. Зеленая юбка, боротного цвета, трикотажная двойка, янтарное ожерелье. Вы, Вэум, констатировала она. У вас профессиональная память. Улыбнулся я. Я просто прочитала. Отрезала она. У меня на лбу написано. Вы у меня в списке. И она показала на листок бумаги, лежащей перед ней на столе. Потом набрала номер Фаннебюста и сообщила о моем прибытии. Положив трубку, кивнула в предыдущие. Я открыл дверь. Конрад Фаннебюст сидел за письменным столом и писал в точности, как в прошлый раз. Он указал мне на тот же стул, а сам продолжал писать. Все повторялось. Но не так, как в фильме, который помнишь приблизительно, и каждый раз обнаруживаешь новые подробности. Здесь была или удивительно точная копия, или же невероятно убедительная имитация. Выглядел он, пожалуй, похуже, чем в прошлый раз. То ли, сказалось, кризис торгового флота, то ли ночные часы, проведенные в Копенгагене. Речи обозначились с морщиной. Улыбка показалась мне не такой искренней, когда он картинно отложил авторучку, а бумагу в ту самую папочку, что и в прошлый раз, после чего сложил на столе ладони и произнес. Итак, вы, ум, вы хотели сообщить мне что-то важное. Означает ли это, что вы не нашли его? О, не нашел. Я внимательно наблюдал за моим собеседником. А вы надеялись? Надеялся? Ну, вы же сами сказали, что есть основания считать его живым. Да, но я не знал тогда многих обстоятельств. Теперь я хотел бы выяснить, какие из них были известны вам. Фанэмис слегка прозрел. Затем чуть повел плечами, словно призывая меня объясниться. Потом положил руки прямо перед собой, твердо опирая со стол локтями. Так почему вы скрыли от меня, что были знакомы с Юханом Верзилой? Спросил я. Или Юханом Ульсеном, если вспомнить его настоящее имя. Юхан Ульсен? Переспросил он, словно слышал это имя впервые. Мы встречались с ним в январе 71-го. Незадолго до того, как он пропал. Я наклонился к нему. У меня есть свидетели, Фанэмис, так что нет смысла отпираться. Мне не зачем отпираться. Юхан Ульсен достаточно распространенное имя. Может быть, среди моих знакомых и был такой человек. Но какое все это имеет значение? Вначале расскажите мне все, что вы о нем знаете. Это ведь человек не вашего круга. Нет, но Юхан был моим соратником. Он не был активистом, таким как Ялмарш, но он был с нами. Надежный товарищ. На него можно было положиться. К сожалению, после войны его жизнь пошла под откос. Впрочем, не только у него. Многим пришлось непросто. У него нервы пошаливали, может быть, поэтому он и пристрастился к спиртному. Дела шли из рук он плохо. Я помогал ему, чем мог, устроил на работу в порту, но он под конец совсем уже не владел собой и покатился вниз. Возможно, я встречался с ним и в январе 71-го. Как я могу это помнить? Хотя я иногда у него и дома бывал. А зачем вы ходили к нему домой? Он холодно посмотрел на меня. Мы были однополчанами. Люди, сражавшиеся бок о бок в таких условиях, как я и Юхан, стараются держаться вместе. Хотя порой это бывает весьма обременительно. И вот однажды он куда-то пропал. Да. Я это прекрасно помню. Хорошо. А вы пытались найти его? Я. Ну, я это предоставил полиции. А что, по вашему мнению, мне следовало делать? Обратиться к частному детективу? Нет, трудно. Он перебил меня. Человеческие потери неизбежны в эум. С годами сталкиваешься с этим все чаще. Люди умирают, переезжают в другие города, в другие страны. А то и просто в другой район в вашем же городе. Вы перестаете встречаться. Бывает, что люди живут рядом, но все равно никогда не видится. Дело случая. Игра судьбы. Я иногда задумываюсь, вспоминая прошлое, сколько уже друзей я потерял. И сколько осталось из них в живых. Нельзя сбрасывать со счетов, что жили мы в течение нескольких лет в тяжелейших условиях. Это не проходит бесследно. Многие из нас ушли из жизни, увы, слишком рано. Но, согласитесь, то, что случилось с Юханом Ульсеном, совсем другая история. Да, — резко ответил он и быстро добавил, — может быть. Может быть, — повторил я, пытаясь проникнуть в истинный смысл сказанного. Конрад Фанебюст сидел за своим рабочим столом, прямой и тощий, как жернец. Скулы обтянуты кожей, волосы совсем белые. Больше всего в этот момент он походил на каркас незавершенной скульптуры, которую еще предстояло наделить плоти. Взгляд задумчивый, устремленный вдаль. В настоящее, в свой кабинет, он, правда, вернулся мгновенно, одним рывком. Интересно, а как же вписывается Юхан Ульсен в нарисованную вами картину? В понедельник вечером в Сандвикен погиб один человек. Вы, должно быть, читали об этом в газетах. Он кивнул. Был найден труп Ольги Серенсен. Они жили с Юханом, как муж и жена. В тот вечер, в тот последний для нее вечер, у ее квартиры видели мужчину. Он хромал. В взгляд Фан Эдюста, обращенный на меня, был внимательным и напряженным. Не хотите ли вы сказать, что это означает? Я ждал продолжения, но не дождался. И потому спросил, так что же все-таки произошло с Юханом в семьдесят первом? Он начал Фан Эдюст и вдруг словно язык прикусил. Так что же? Глаза Конрада Фан Эдюста скользили по моей одежде, по моим карманам, пуговицам осматривали ботинки. Затем он, наклонившись ко мне, проговорил завораживающим бархатным голосом. Юхан покинул страну. Я помог ему в этом. Вот как. Я ждал продолжения. Мы в самом деле виделись с ним тогда в январе, а перед этим он приходил ко мне, доведенный до отчаяния той жизненной ситуации, в которой оказался. Может, это и звучит высокопарно, но он насквозь пропитался алкоголем. Он запутался в отношениях с той ужасной женщиной, влочил жалкое существование, крайне нуждался и мечтал вырваться из этой среды. Юхан хотел, чтобы никто не знал, где он и что с ним. Он обратился ко мне за помощью. Я не мог ему отказать, старому другу. А что же произошло дальше? Ну, у меня ведь есть связи в других странах тоже, в Испании, в Португалии, да мало ли где. С моей помощью он покинул Норвегию. А там, куда он прибыл, ему помогли устроиться. Я дал ему денег на первое время. Дали ему займы. Он скорее вернул долг, долг старой дружбы. Я крепко же должал ему. Ведь после войны я нашел свое место под солнцем, а он жил в полнейшем мраке. Ну, а потом... Что потом? Вы с ним поддерживаете связь? О, нет. Все связи оборвались. Такое он ставил условия. Как будто умер. Ну, да. Люди так и подумали. Цель была достигнута. Вы сделали это бескорыстно? Разумеется, разумеется. Да и что он мог предложить мне взамен? Я смотрел на него не отрываясь. Мне было необходимо встретиться с ним взглядом. И вот это произошло. Мы буквально уставились друг на друга. И вдруг в его лице что-то дрогнуло. А я почти физически ощутил, как сузились мои зрачки. Я первым нарушил молчание. У Верзела Юхана были дружки среди докеров. Он мог попросить у них ключ от ворот, что на Северном мысу. Где-где на Северном мысу? Да, там, где был убит Харальд Уйзен. И, судя по следам на снегу, убийц было двое. Его взгляд вдруг сразу стал колючим и напряженным. А рот превратился в узенькую щель, натянутую, как серая полоска трамплина. И тут же поскакали слова, как маленькие крепыши, акробаты. Ну и что из того? У нас не было другого выхода. Но то, что мы совершили, было справедливо. Может, Фан Эйгуст не раз выигрывал баталии посерьезнее. Ему ничего не стоило овладеть собой и на этот раз. Голос его был по-прежнему мягким и вкрадчивым. Ну что же, видимо, придется сознаться. Вдвоем с Юханом мы расправились с призраком. Он раскрыл портсигар, вынул сигарету, после чего с рассеянным видом предложил сигарету и мне, и отказался. Он закурил. Тяжело откинулся на высокую спинку кресла. Огонек сигареты отражался в стеклянных дверцах книжных шкафов. Заколичные друзья, если взглянуть со стороны, и вьется дымок. Один из нас готов сделать нешуточное признание. И, оказывается, мы уже перешли на ты. Пожалуй, я расскажу тебе все с самого начала, сказал мне Конрад Фан Эйгуст. Все, как это было. Но только тебе и никому другому, и ни при каких обстоятельствах. И если тебе придет в голову возбуждать дело, ты же за это и поплачешься. И так исключительно для внутреннего пользования. Много времени это не займет. Я весь внимание, сказал я. Как я тебе уже рассказывал, мы догадывались, что Харальд Ульвен — это и есть призрак. Но доказательств у нас не было. Шли годы, многих наших товарищей уже не было в живых. А Харальд Ульвен пребывал в долгом здравии и в совершеннейшем ладу собственной совести. Мириться с этим становилось все мучительнее. Призрак был для нас чем-то вроде невыполненного задания. И все во время войны мы решили уничтожить его. Война давно кончилась, а отомстить ему мы так и не собрались. В мирной жизни все вдруг стали такими добропорядочными, а Ялмар тот и вовсе подался в служитель закона. К тому же доказательств, повторяю, у нас не было никаких. И вот... да-да. Я отправился к Юхану и выложил ему свою идею. Сказал, что мы обязаны восстановить справедливость. Никто, кроме нас, этого не сделает. Словом, мы должны покончить с призраком раз и навсегда. Оставалось только заманить его в безлюдное место. И Юхан согласился со мной. Он и предложил местечко на Северном мысу, недалеко от центра, совершенно безлюдное. К тому же, короткий кивок в мою сторону, он мог достать ключ. Ну, а как же вам удалось заманить-то до Ульвина? Он криво усмехнулся. Мы сделали ему такое выгодное предложение, что он не мог не согласиться. Мы пообещали ему 50 тысяч крон, якобы за то, чтобы он еще раз продемонстрировал, как он может убрать свидетеля. Мы дали ему понятие из знакомых Юхана, что обратиться к нему нам посоветовал один из его старых друзей. У меня были кое-какие данные о коллаборационистах, и он поверил во всю серьезность нашего предложения. К тому же, я знал, что с деньгами у него плоховато. Он работал тогда курьером. А что же было потом? Он поморщился. Мы сделали то, что собирались. Ну, война научила нас жестокости, без этого было нельзя. И в тот раз за пагаузами мы встретились лицом к лицу с нашим закоренелым врагом. Юхан зашел к нему сзади, а я вышел на свет, чтобы он увидел меня. Шел слабый снег, кружились снежинки, было холодно, промозгло. С моря дул колючий ветер. Я понял, что он узнал меня. Он хотел закричать, но я сделал знак Юхану, и тот сзади ударил его железным прутом. А потом мы превратили его в отбивную. Но мы не мучили его так, как фашисты мучили в застенках наших товарищей. Наверное, что-то давно копившееся в нас прорвалось, но мы убили его сразу. В отбивную мы превратили его уже потом. Да, не слишком симпатичная история. Война вообще ведь не симпатичная, Вэум. Конечно, но еще хуже, если она продолжается спустя четверть века после победы. Мы слишком долго воевали Вэум. Война для нас не кончена и сегодня. Ну что ж, не мне тебя садить. Значит, Юхан Ульцин выехал из страны с твоей помощью? Да, и с тех пор ты не получил от него ни весточки, ни строчки. Ты об этом рассказывал кому-нибудь еще? Я же сказал, что об этом знаем только мы с тобой. В его голосе послышалась угроза. И еще Юхан Ульцин, напомнил я. И Юхан Ульцин, согласился он. Но какое все это имеет отношение к Ялмару-Нюмарку? В конце не сходится фанеберст. И как объяснить то, что случилось с Ольгой Сёрнсен? Может быть, скажешь, что Юхан Ульцин вернулся из своего заграничного турне. Ведь он-то точно хромал. Может быть, он и к тебе заглянет, как уже заглянул к Ольге Сёрнсен. Эту историю я рассказал тебе, Вэлум, только для того, чтобы ты не шел по ложному пути. К Ялмару это не имеет никакого отношения. Он об этом ничего не знал, даже не догадывался. Я думаю, что тебе надо постараться взглянуть на дело с другой стороны. Но почему ты так настоятельно просил меня отыскать Харальда Ульвина? Зачем было врать, будто он жив? Ну, пойми и ты меня, Вэлум. В это я играю уже много лет, и теперь продолжаю играть уже автоматически, из соображений конспирации. Я ведь остался в живых только благодаря умелому камуфляжу. Что же касается Ялмара, он и правда умер при странных обстоятельствах. И если бы отыскался убийца, я бы с удовольствием заплатил ему гонорар. Не уверен, что смог бы принять его. Почему же? Средством походило бы на плату за молчание. Но это меня и настораживает. Он ничего не ответил, только посмотрел на меня с обидой. Говорить нам больше было не о чем. А то, что я услышал, надо было обдумать. «Ты когда-нибудь имел дело с Хагбартом Хелли?» Спросил я. Что-то не припомню, ответил он, не задумываясь. Но в нашем деле, хоть и мне кое-что знаю о нем. Некоторые из его компаний фикции, они существуют только на бумаге. В бизнесе не всегда идешь прямым путем. Ты видел сегодняшние газеты? В такой ситуации без подставных лиц долго не просуществуешь. А имя Карстен Виид тебе что-нибудь говорит? «Ничего, а кто это?» «Да так, один парень. Обожает эпитафии, порой торопится их произносить». «Ага, вот оно что. Прошу извинить меня». Он протянул руку к лежавшей на столе папке. «Мне еще нужно разобраться с бумагами». «И помни, да-да, я тебе ничего не рассказывал, верно?» «Не сомневайся. До свидания, до свидания». И не успел я закрыть за собой дверь, как уже услышал скрип его пера. Он не терял времени даром. Впрочем, и его секретарша не улыбалась, кому попало. Они прекрасно дополняли друг друга. Я пообедал в городе, в китайском ресторане с видом на рыночную площадь. За умеренную плату давали внушительные порции. А тихая восточная музыка, звучавшая из динамика, не заглушала мыслей. Подумать было над чем. Кое-какие контуры уже становились различимы. Пообедав, я быстро добрался до Застенбергского тупика и позвонил в дверь дома, где жила Элис и Блом. Мне не открыли. На этот счет у меня было две версии. О третьей я даже думать не хотел. Для начала я отправился в Бинго. Поднявшись по крутой лестнице, постоял у дверей и огляделся. С прошлого раза обстановка совсем не изменилась. Сидящие здесь люди все так же сосредоточенно внимали и покорялись воле цифр, доносившихся из скриплого громкоговорителя. Я вновь подумал, что такие заведения могут быть заполнены народом только там, где религия не имеет никакой опоры в обществе. Весь ход этой игры и завораживающая магией чисел восполняют какие-то потребности человека. Может быть, яркое обещание в глаза рекламу вытесняло из нашего сознания церковные литражи, а постоянно меняющиеся ряды цифр заменили нам латинскую литургию. Жрицы двадцатого столетия явились к нам в образах девушек, работающих в Бинго. Элис и Блом я там не нашел. И опять оказался на улице. Из ресторана, где мы когда-то были вместе, толстый швейцар выпровоживал крепко подвыпившую дамочку. Они уже были на середине лестницы, и я остановился, чтобы посмотреть на них. Швейцар в своей грязно-зеленой униформе был похож на телохранителя какого-то босса. На женщине была безобразная сиреневая платьица с замысловатой пелеринкой, которая болталась на ней, как на вешалке. Она не замечала, что парик съехал на бок, а на затылке видны ее собственные волосы. Ярко-красная помада неровно покрывала ее рот. В общем, крошотка. Но это никак не мешало ей поливать отборными ругательствами невозмутимого швейцара. К нижней ступеньке женщина неожиданно вырвалась из объятий швейцара и устремилась наверх к дверям. А тут подвернулся я и схватил ее. В моих руках она обнякла, как мешок с картошкой, притом довольно подгнившей. Тосным, рыхлым и бесформенным показалось мне ее тело. Немалых усилий ей стоило сосредоточить свой взгляд на мне. Пиво нанесло от нее ужасное. Узнала она меня не сразу. Да, это была Элиша Блоум собственной персоной. Швейцар тут же удалился, словно перепоручил ее моим заботам. Когда я, наконец, оказался в поле ее зрения, она попыталась заговорить со мной. По некоторым признакам, появившимся на ее расплывшемся лице, я понял, что она, кажется, меня припоминает. Я почувствовал, как она старается обрести почву под ногами, чтобы оторваться от меня. Откуда-то из ее глубин донесся срывающийся голос. «Лэу!» Я кивнул. «Грязная свинья!» Вот слова, идущие из самого сердца. Она искривила губы. «Из жопы они идут». Возможно, у некоторых это одно и то же. Она неодобрительно поглядывала на меня. «Что тебе надо? Мало ты пакостей натворил. Все, что ты плел про Харальда свиньства, он не такой». «Ну, хорошо, хорошо, соглашался я. Просто я хотел задать тебе несколько вопросов. Давай договоримся. Ты ведь одна не дойдешь до дома, если, конечно, ты туда собираешься. Я провожу тебя, а по дороге мы с тобой потолкуем». Она посмотрела на меня с подозрением. «О чем? О чем ты собираешься со мной говорить? О деньгах? О деньгах? Ей это совсем не понравилось. Нет у меня денег. Нет! Теперь, конечно, нет, быстро проговорил я и открыл дверь на улицу. Но в пятьдесят пятом она вцепилась в мою руку и заслепала по тротуару со мной рядом. «С пятьдесят пятом у тебя были деньги. Откуда ты знаешь? Ты же купила дом. А работала тогда скромной секретаршей. Как тебе это удалось? Как удалось, так удалось!» Передразнила она меня, беря курс на ближайший угол. Ей пришлось опереться на стену. Не пройдя ей двух шагов, она встала как вкопанная. Голова ее болтала шестан и в сторону. Взгляд был безумный, видно ей совсем стало плохо. Я подошел к ней поближе и протянул руку, чтобы поддержать ее. Она схватила меня за локоть и потащила за собой. А коллега твоя, Фрюкин, Таддерсон, откуда у нее взяли средства, чтобы поселиться в Испании? А? Ведь даже до пенсии не доработала. Она могла теперь идти, прислонившись к моему плечу. Мы, завернуясь за угол и медленно приближались к рынку. Взгляд ее немного прояснился. Свежий воздух пошел ей на пользу. Она накопила. С вызовом ответила Эллис. Такую сумму? Она ничего не ответила. Тщательно вымытая рыночная площадь еще не просохла окончательно. Кое-где в лужицах отражались наши нелепые перевернутые фигуры. Две дамы, пустился я в рассуждение, служили на предприятии, которое сгорело дотла. Некоторые считают, что произошло это потому, что администрация не прислушалась к сигналам, поступавшим от бригадера. Известно, что бригадер неоднократно обращался в контору и к Фрюкин, подошел, и к тебе. Но все без результатов. И оказывается, что во время пожара он-то и погиб, но потом никто из вас ничего не сказал о его предупреждениях. Для вас же обеих эта история обернулась в занятии экономической выгоды. Я уж не говорю о самом Хеллиберсте. Она медленно повернулась ко мне. Хеллиберст только гарантировал ссуду, когда я покупала дом. Но еще я получила наследство. Да, да, я получила. Я пристально посмотрел на нее, и она не выдержала, отвела взгляд. Может быть, голова загружилась от выпитого, а может быть, угола. А у Харальда Ульвена были деньги? Спросил я. После войны осталось что-нибудь? Она ничего не ответила. Мы молча продолжали путь. Вид у нее был наимочнейший. Мы пересекли Брюген и подошли к верхней улице. И тут я заметил, что ее лицо приняло какое-то задумчивое выражение. Словно она собиралась сделать очень важный шаг, но никак не могла решиться. Уже в переулке, стоя перед своим домом, она отказалась от моей поддержки и оперлась спиной о стену дома. Откинув голову назад, она вглядывалась в меня напряженно и чувственно, что не доставляло мне удовольствия. Если ей вздумалось соблазнение, ей бы следовало надеть другой парик или выбрать другой день. Ну, похоже, что ей просто требовалась чья-то поддержка. Пойдем со мной. Я покажу тебе документы. Сказала она, сам убедившись. Ладно. Я не стал объяснять ей, что документы, свидетельствующие, что Хеллибюст гарантировал ей суду, вряд ли говорят в ее пользу. Но взглянуть на эти бумаги мне было крайне интересно. Она открыла сумочку, которая болталась на запястье, как бы отдельно от хозяйки. Потом долго рылась в поисках ключа. Она, наконец, извлекла его, но никак не могла установить местонахождение замочной сплажины. Я терпеливо ждал. В конце концов, дверь ей подчинялась. Я поспешу в войси. Вдруг она передумает или вовсе забудет о моем существовании. Пройдемте в гостиную, сказала Элиса Блум. Я открыла еще одну дверь, которую, вероятно, не смазывали несколько лет. Скрипнула она ужасно, как старая мать-то скинулась в сторону. До стены оказалась неказистой спартанского вида. На окнах, задернутых серовато-белыми стилевыми гординами, стояло несколько цветочных горшков. Секретарь украшал сувенир, который когда-то непременно привозили из Германии. Керамическая певная бочка с шестью кружками, полтающимися на крючках вдоль подставки. Рядом с секретарем стоял задвинутый в угол старый телевизор, а в противоположной стороне старомодный диван с серо-зеленой обивкой. На нем лежало несколько подушек с местным харденгерским орнаментом. В низком столике перед диваном, среди прочих газет, я заметил Илан Уфлэкс. На этой улице я повстречался еще с одной женщиной. Она была брюнетка и лет на десять моложе первой. В серебристом спортивном автомобиле она промчалась мимо почти неслышно. Я видел ее мельком, но это лицо напомнило мне другое. Все тем же летом, много лет тому назад, когда я еще не успела поблекнуть и цвела сирень, девушка носила библейское имя Ребекка. Вытянув шейку, посерьезневшая, она сидела на стуле со мной рядом, и вдруг мы остались одни. Нам было по восемнадцать. Не говоря ни слова и не в силах противиться судьбе, мы потянулись друг к другу и долго целовались. Только что отгремела гроза, улицы промокли, сады вдруг ожили и буйно зазеленели. Кстати, они были очень похожи на те сады, что окружали меня сейчас. Я стукнул кулаком по рулю, эти сады доведут меня до бешенства. Наверное, это и есть любовь. Годами образы стираются, раны зарубцовываются, и человек живет в ладу с самим собой. Но наступает миг, и неожиданно все рушится, и опять открываются раны, и возвращаются в память яснее и ярче, чем когда-либо. Маленькие обломки прошлого, которые навсегда остаются с тобой. Зелень садов вдруг стала раздражать меня, солнце нестерпимо резало глаза. С высоты синего неба слышался гул, и я вдруг почувствовал навалившуюся на меня усталость. Силы мои иссякли. Бесполезно сидеть здесь и ждать неизвестно чего. Первый раунд я проиграл. Но бой продолжается. До вечера еще далеко, сказал я. Завел мотор, и машина сама нашла дорогу на главную транспортную магистраль, ведущую к Бергену. Поток подхватил и понес нас к центру. Шум все нарастал. Свободное место для парковки Я нашел на фестпластин и к полицейскому участку отправился пешком. Там я спросил Хамре. Раздраженный, усталый на вид, Хамре сразу дал мне понять, что дел у него по горло. Наверное, так оно и было. Он сидел, стиснув зубы, морщил лоб. На письменном столе выселись кипы бумаг, из которых вываливались какие-то фотографии. Ты знаешь, какое сегодня число? Спросил я. И у меня нет времени отгадывать загадки. Закончил он предложение, даже не начав его. Никаких загадок. Взгляни на календарь. Он тяжело плюхнулся за свой письменный стол, торопливо пригладив волосы, внимательно посмотрел на меня. Так и быть, сказал я. Сегодня 1 сентября. В город приехал Хакбарт Хелли. Вот какое сегодня число. Тут у него лицо совсем вытянулось. А-а-а, так ты опять за свое. Очень сожалею, Вэлм. Но новых улик у нас нет. И в материалах дело ничего нового, что могло бы дать нам повод беспокоить такого человека, как Хакбарт Хелли. Не надо думать, что нас это не волнует. Больше всего на свете я хотел бы прояснить это дело до конца. И, понизив голос, добавил. Хотя бы для того, чтобы ты к нам больше не совался. И опять громко. Ну, ты видишь, как нам тяжело приходится. Дело налезает на дело. И просто нет возможности заниматься всем этим так основательно, как хотелось бы. Ты же требуешь, чтобы мы все бросили, встали по стойке смирно и отвечали бы на вопросы о произволе полиции. Словно кто-то сомневается, что такое действительно существует. Он посмотрел на меня с осуждением и продолжал. Пойми, у нас полно других дел. Мы не только гоняем на машинах и раздаем синяки под выпившим хулиганом. Хочешь верь, хочешь нет. Давай оставим эту тему. Что нового с Ялмаром Нюмартом? Я тебе уже говорил, авария — дело неприятное, но не она послужила причиной смерти Нюмарка. Во всяком случае, он умер не от наезда. В суде такие вещи не проходят незамеченными. Ведь ты один настаиваешь на уголовном характере этого смертного случая, но нет ни одного доказательства, подтверждающего твою правоту. А как же оценивать вчерашнее происшествие? Какое? Искренне удивился он. Ольга Сёренсен, которую я нашел мертвой у нее дома. А, это? Она же была пьяна, упала и разбилась. Несчастный случай по неосторожности. Вот-вот-вот, язвительно заметил я. Что-то много у нас несчастных случаев. Вернее, у вас. И все по неосторожности. Разве ты забыл, Ольга Сёренсен была подружкой Юхана Верзилы, того самого, что пропал в 71-м. А тогда же, как считают, был убит Харальд Ульвен. От Харальда Ульвена тянутся ниточки к преступлениям военной поры и к пожару на павлине, и к убийству Ялмара Нюмарка. Но ведь Харальд Ульвен мертв. Ты что, совсем спятил? Вот это меня и беспокоит. Мне иногда кажется, что он жив и находится среди нас. А вдруг тогда в 71-м не он был убит. Скажем, вместо него отправили на тот свет Юхана Верзилу. Честно говоря, мне это тоже приходило в голову. Но куда же он мог исчезнуть? С тех пор никто не слышал ни про Юхана, ни про Харальда. Найден был один труп, а исчезли двое. Как ты это объяснишь, Вэлм? Не знаю, сказал я и после короткой паузы добавил. Пока не знаю. Послушай, я виделся с Оллой Освальдом. Его называют Головешкой. Он единственный, кто остался в живых после пожара. У тебя ведь был план фабрики? Где ты был? Он растерянно поглядел по сторонам. Только вот в какой папке? Он подумал немного, затем поднялся. Я всегда знал, что Якоб Хаммер и настоящий профессионал. У него ни один вопрос не останется без ответа. Он просмотрел одну стопку бумаг, другую, затем еще одну, и, наконец, нашел нужную папку. Вытащил ее из-под кипы других, свалив что-то на пол. Я наклонился и подобрал это, пока он открывал ту, что держал в руке. Поискав немного, он вытащил сделанный под копирку план фабрики Павлин и вручил его мне. Большую развернутую простыню. Я быстро нашел производственный цех. Выход из него был только один, через лестничную клетку. Иными словами, если Головешка видел, как Хольгер Карлсон выходил из производственного цеха и как Харальд Ульвин тут же вошел в цех, то эти двое просто не могли не встретиться на лестнице. Разница была только в том, что Хольгер Карлсон так и сгорел в цехе, а у Харальда Ульвина оказалось достаточно времени, чтобы войти в цех, обнаружить там Головешку и вытащить его наружу. Но в этом случае он должен был, иначе не получается, обогнать Хольгера на лестничной площадке. Не выпуская из рук плана фабрики, я пересказал Хамре то, что услышу от Головешки. «В том, что ты говоришь, Леум, нет ничего нового», кивнул он, «здесь об этом тоже написано». Головешка и тогда говорил то же самое. Но Харальд Ульвин дал другие показания. Вот запись. У них тогда коса нашла на камень. Но поскольку Освальд был сильно ранен, то цена его словам была куда ниже, чем показаниям Ульвина, который вышел из этой истории целым и невредимым. Именно поэтому и не было оснований для возбуждения дела ни тогда, ни теперь. Я почувствовал в животе холодный комочек. «Так здесь есть запись показаний Ульвина?» Он пивнул и, полистав в бумаге, нашел их. С чувством некоторого почтения я развернул этот старый протокол и углубился в чтение записи тех событий, сделанных со слов Харальда Ульвина. В дверях производственного цеха я встретил Хольгера Карлсона, бригадира. Он был легко ранен. Он крикнул мне, чтобы я помог Освальду, лежавшему на полу, а сам он стал вытаскивать Мартинсона. Я кивнул в ответ и поспешил выполнить его приказ. Освальд был без сознания, и я с трудом тащил его. Когда я, наконец, открыл дверь, и мы оказались снаружи, я увидел Хольгера Карлсона, входящего в помещение. В этом дыму было сложно что-либо разглядеть, я заметил лишь его силуэт, мелькнувший темной тенью. Больше я его не видел. Впоследствии я узнал, что было найдено его тело и что Мартинсона ему спасти не удалось. С тех пор я не знаю покоя, но сделать что-либо я не мог, так как спасал Освальда. Я закрыл глаза. Вспомнил слова Фаннебюста, что, несмотря на сильнейший нажим, Ульвен не согласился изменить ни одной запятой. Видимо, его версия так и останется окончательной, пока некто в день страшного суда, просматривая рассыпавшийся в прах протоколы старых допросов, не укажет праведным перстом на какие-то погрешности в этой бумаге и, недовольно зашмыкнув, нехтутая глаз с Харальда Ульвена, призовет его к ответу. Я вернул бумаги Хамре. Но, посуди сам, это не могло быть простым совпадением. Я имею в виду то, что Ольга Фернсен упала и разбилась насмерть именно тогда, когда вновь возник интерес к этой старой истории. Это же сшито белыми нитками. Неужели по-прежнему этим никто не занимается? Ну, почему же занимается? Мус? Так точно. Он натянуто улыбнулся. Обращаешься к нему по всем вопросам? Бесполезно. Это я знаю. И опять натянутая улыбка. Твое отношение к Мусу всем хорошо известно. Неужели после всего, что я сказал тебе, ты не займешься этим делом? За письменным столом он смотрелся неплохо. Хорошо одетый и молодой человек, похожий на руководителя отдела в промышленном банке. Поэтому такой задерганный, усталый. А может быть, он больше походил на консультанта в рекламном бюро, этих тоже живут на части. Но ничего подобного. На самом деле, он был старшим служащим уголовной полиции, весь стол которого завален текущими делами. Почти неслышно он сказал мне, давай так договоримся, я переговорил с Ватфеймом, и может быть, мы выйдем на шефа уголовной полиции. Я говорю, может быть, Вэлм. Договорились? Вэлм.